США призвали Украину усилить борьбу с коррупцией, чтобы предотвратить блокирование помощи, CNN. В последние недели США призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией во избежание блокирования невоенной поддержки, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на CNN, неназванные официальные лица в комментарии CNN сообщили, что все формы американской помощи, кроме военной, могут оказаться под угрозой, если Украина больше не сделает для преодоления коррупции, месседж для украинцев всегда заключался в том, что если какие-либо из этих средств, которые США выделяют Украине, РЭД, будут присвоены, то это поставит под угрозу всю помощь США стране, сказал CNN один американский чиновник, отмечается, что в конце лета государственный департамент направил Украине официальную дипломатическую ноту, также известную как Демарш, в которой говорится, что США ожидают, что Украина продолжит проводить различные меры по борьбе с коррупцией и обеспечению финансовой прозрачности, чтобы продолжать получать прямую бюджетную поддержку, в Демарше также подчеркнута необходимость для Украины осуществить критические реформы в рамках программы Международного валютного фонда, которые, в том числе, касаются борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, что этому предшествовало вчера политика сообщила, что чиновники администрации президента США Джо Байдена подготовили конфиденциальную стратегию по Украине. В ней говорится, что в Штатах гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем это озвучивают публично. При этом в Государственном департаменте США заметили, что в последние недели Украина принимает «агрессивные меры» для преодоления коррупции, также добавим, что США передали Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу. Они касались функционирования антикоррупционных органов, САП, НАБУ, НАПК, Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.